Президент или премьер-министр должен, конечно же, быть законоподслушным. Закон существует один для всех. Под себя его, каждый президент должен под себя, если будет его под себя переделывать, то это уже получится, как говорил в фильме Шарапов, не закон, а кистень. Если копнуть поглубже, наверное, за каждым влиятельным политиком, видным, можно найти какой-нибудь грешок, а возможно даже грехи. Вот. Поэтому я думаю, что, безусловно, ему придется ответить за то, что он сделала. Даже президент, бывший президент, у которого есть определенный статус, иммунитет, в европейской стране не защищен от уголовного преследования. И здесь очень важно всем политикам во всем мире понимать, будь то это во Франции или в Тайване, недавний случай с осуждением бывшего главы этого государства, о том, что любой глава государства должен четко отдавать себе отчет в том, что нужно действовать всегда строго в рамках закона, защищая интересы жителей своей страны и не нарушая закон, потому что рано или поздно ответственность может коснуться его самого. Возьмите Берлускони, да? Сколько было шума? То же самое с Саркази происходит. Сведение счетов с противниками политическими. Ну, он сейчас говорит, вот это политический, вот это. Ну, елки-палки, живи тогда по совести. Не надо было где-то там кому-то заплатить, кому-то не платить. Не надо было спать стой или стой, ну, все истории эти. А то они такие бедные сейчас, ой, раскопали, папарацци раскопали, елки-палки. А до этого мы были пушистые. Зачем? У нас был такой образ, такой хороший, такой замечательный.